Продолжение следует... Продолжение следует... ...непосредственно с фотографией, которую мы будем редактировать. Справа располагается панель настроек, позволяющая корректировать опции текущего инструмента. Несмотря на обилие опций, фильтр работает просто и понятно. Сейчас сами в этом убедитесь. Переходим к его панели инструментов и идем по порядку. Первый инструмент – деформация. Навожу курсор на изображение. Кругом очерчен размер кисти. Он сейчас очень большой. Можно уменьшить размер. Уменьшается размер вот здесь в панели управления. Помимо размера кисти можете варьировать также и другие параметры. В частности, плотность и нажатие. Кстати, изменять размер кисти можно не только в этом окне, но и непосредственно на самом изображении, используя квадратные скобки. Они здесь тоже работают. Точно так же, как если бы мы работали с обычной фотографией, а не внутри фильтра. Итак, этот инструмент искажает изображение вот таким образом. Как будто пальцем растягивая указанные области. Это очень мощный и наиболее часто используемый инструмент в этом фильтре. Посмотрите. Деформация происходит очень естественно с сохранением рельефа, цветов, текстуры. И позволяет нам достаточно сильно и долго воздействовать на фотографию, сохраняя естественность изображения. Немного деформирую волосы. И край юбки. Следующий инструмент – реконструкция. Если где-то вы перестарались с искажением, то при помощи реконструкции восстановить изображение к первоначальному виду. Например, вот в этом месте хорошо заметно, что деформация скрутила узор на юбке. Прохожу реконструкции по этому месту. Изображение полностью возвращается к исходному состоянию. Тем же образом реконструкция действует и ко всем остальным инструментам, которые тем или иным способом связаны с искажением изображения. А это практически все из этого списка. Итак, следующий инструмент – скручивание. Увеличу масштаб изображения. Скручивание осуществляется по часовой стрелке по умолчанию. Все, что попало внутрь кисти, деформируется вот таким образом. Если зажать клавишу Alt, то скручивание происходит против часовой стрелки. Один из излюбленных инструментов пользователей при создании дружеских шажей. Реконструкции. Отменю сделанные действия. Следующие два инструмента – это сморщивание и вздутие. Соответственно, сжимают или наоборот, делают поверхность выпуклой. Беру сморщивание. И попробую сделать запястье чуть-чуть уже. Получилось. Можно попробовать еще разок, уменьшив размер кисти квадратными скобками. Но слегка заузили запястье. Антиподом инструмента является вздутие. С его помощью формируются всевозможные выпуклости. Таким образом, зажимая и удерживая левую клавишу мышки, воздействуйте на объект. Снова возьму кисть реконструкции. Восстановлю изображение полностью. Следующие три инструмента, находящиеся на панели – смещение, отражение и турбулентность – также деформируют поверхность по алгоритмам, соответствующим их названиям. Беру инструмент смещения пикселей. Он смещает выбранные области. Противоположным по действию является отражение. Противоположным по действию является отражение. И инструмент турбулентность создает такие своеобразные волны. То, что касается искажения, пока все. Нижние два инструмента нам с вами хорошо знакомы. Эта рука и масштаб действуют таким же образом внутри фильтра, как и вне его рамок. Причем к ним справедливы точно так же горячие клавиши. Можно взять инструмент масштаба, крикнуть на фотографии и увеличить размер ее отображения. Используя Ctrl-plus или Ctrl-minus, вы точно так же можете варьировать масштаб. Внутри фильтра пластика также активен инструмент рука по нажатию пробела. Зажимаю пробел, спокойно осуществляя навигацию по снимку. В поисках нужного места. А вот эти два инструмента носят специфический характер. Заморозка и разморозка. Или заморозить и разморозить. Заморозка позволяет обозначить зону, которая не будет подвергаться деформации. Выбирая этот инструмент, провожу кистью по изображению. И там, где закрашивается изображение красным цветом, оно автоматически становится защищенным от влияния деформации. Теперь выбирая любой инструмент, деформирующий изображение. Например, самый первый деформацию. Все, что не попадает в зону заморозки, деформируется. Все, что внутри, остается нетронутым. Часто бывает полезным заморозить какую-то часть тела, застраховав ее от изменений, и работать со всем остальным, не переживая, что деформируется что-то лишнее. Соответственно, разморозка инструмент обладает противоположным действием и уменьшает область, защищенную от редактирования. Таким образом, позволяя нам создавать точный контур при работе. Теперь осталось защищенным только лицо, все остальные части снова подвержены изменениям. Как видите, почти весь набор инструментов тем или иным образом деформирует изображение, а их разнообразие просто облегчает нам работу и достижение желаемого результата. Поэтому я и говорил, что по принципу работы фильтр прост, несмотря на биле настроек инструментов. Давайте перейдем к правой части окна и рассмотрим еще некоторые настройки. В этом уроке мы не будем затрагивать использование масок внутри фильтра, его возможности широки и без их применения. А вот чуть выше располагаются две кнопки, реконструировать и восстановить все. Первая частично снимает действие эффекта со всего изображения. Нажимаю кнопку реконструировать. То есть действие эффектов осталось, но оно стало выражено гораздо меньше. Нажму еще раз. Степень деформации станет еще менее выражена. А вот вторая кнопка, исходя из названия, полностью удаляет действие всех инструментов на изображение. Нажимаю «Восстановить все». Фотография вернулась к исходному состоянию. Уберу разморозкой всю красную область с лица. Итак, отменив все действия кнопкой «Восстановить все», мы вернулись к исходному состоянию фотографии. На ее примере мы рассмотрели действие всех инструментов, и теперь на другом изображении можно попробовать, как это выглядит все в действии, если мы хотим подкорректировать, например, фигуру. Выхожу из фильтра без сохранений, нажимаю «Отмена» и перехожу к другому файлу 5002, который находится в папке с примерами для этого урока. У нас есть вот такая фотография, на которой бы явно хотелось подкорректировать некоторые детали, а именно подтянуть живот, немного доработать линию прогиба и убрать некоторые участки кожи. Перехожу в меню «Фильтр», «Пластика», «Контрол плюс», увеличиваю масштаб и инструментом деформации, подобрав соответственно размер кисти, подтягиваю живот. Как и везде, все хорошо в меру, а то можно увлечься и не заметить. Как подтягивая живот, вы нарушите естественные пропорции к геометрию тела, поэтому, сделав несколько движений, лучше уменьшить масштаб и посмотреть, как выглядит картинка в целом. Закончив с одним участком, переходим на другой. Снова «Контрол плюс», увеличиваю масштаб, немного подровняю линию прогиба, уменьшаю размер кисти квадратными скобками. И в заключении нам осталось убрать вот этот кусочек кожи в области лопатки. Для этого можно воспользоваться тем же самым инструментом деформации. Вот так. Я попробую взять сморщивание и избавиться с помощью этого инструмента. Такими однократными, недлительными щелчками инструмент поправил линию. Переключусь на деформацию и совсем немного подправлю, сделав заключительные штрихи. «Контрол минус», уменьшаю масштаб. Готово. Нажимаю «Ок», можно сделать снимок в истории, переключиться к исходному состоянию, посмотреть, какой фотография была и какой мы ее сделали. Если подобную манипуляцию проводить какими-то другими способами, то это потребует гораздо большего количества времени. Пластика же позволяет нам добиваться хорошего результата в считанные минуты. Особенно если это касается таких случаев, как сейчас, где требуется немножечко подтянуть живот и сформировать талию. А может быть вам нужно будет изменить размер глаз, носа, подбородка, подправить овал лица или тому подобное. В таком случае данный фильтр вам будет хорошим помощником и верным спутником. А на этом наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok